Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. В конце 2010 года мой гость напился. Он был безбожником. Всего лишь две недели спустя мой сегодняшний гость начал видеть сверхъестественный мир. А сегодня он расскажет о том, как он проводил собрания у себя дома и изгонял бесов. Если интересно, смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Я понял одну вещь. Когда Небесный Отец открывает человеку его предназначение, сатана старается лишить такого человека жизни. Это случается до спасения. Итак, дьявол хотел лишить вас жизни пять раз. Да. Расскажите нам хотя бы о двух случаях первых. В детстве я чуть не утонул. Однажды я выпал из машины. В третий раз мы ехали в трейлере, который вез грузовик. Трейлер отцепился и перевернулся, накрыв брата и меня. Водитель этого не видел. Во время этого ужаса я был уверен, что кто-то защищает нас. У меня было отравление алкоголем. Врач сказал, ты перевыполнил свою норму в три раза. Самый серьезный случай произошел, когда мне было 12 лет. Я был в сарае. Мы с другом только что посмотрели фильм о Джейсе Джеймсе. Я сказал, я надену на себя петлю, как Джеймс. На потолке была закреплена крупная цепь, которой перемещали тяжести. Я намотал ее на шею и повис. Друг ушел из сарая, а я качался. Я тронул цепь, чтобы узнать, как сильно затянулась петля. Цепь затянулась на мне, как веревка, и подняла вверх. После часового раскачивания воздуха я очнулся. Я высоко повис в том сарае. Меня обвела цепь. И я этого никогда не забуду. Я почувствовал, как самые нежные руки в мире развязали эту цепь, и я вдруг освободился. После этого я упал на пол. Я приполз в угол сарая. У меня шла кровь, цепь висела в воздухе. Я думал только об одном. Идет война. Кто-то пытается меня убить. Кто-то другой спасает. За месяц до покаяния я был в отеле. У меня никогда не было мыслей о самоубийстве. И вот какая-то сила побудила меня подойти к балкону и сказала, прыгай. Меня захватила эта идея. Сам не знаю почему. Возможно, кто-то из вас испытывал нечто подобное. Что-то такое. Нечистый дух внушал тебе что-то сделать. Ясно, что нечто ужасное и нехорошее. Итак, я стоял у балкона. Через месяц я спас им. Это была ловушка дьявола. Слава Богу, что я не прыгнул. Тогда Бог уберег меня. Другой голос, это, конечно же, голос Бога, сказал мне несколько раз, отойди от балкона. Шло сражение между Богом и сатаной. И через месяц Бог спас меня. А вот так совсем недалеко я был от своего спасения. Хорошо. Дьявол пытался уничтожить его очень много раз. В 19 лет он был атеистом. Сестра уговаривала Айзею прийти в церковь. Что было в той церкви? Айзея, расскажи. Я рос в церкви, но в 16 лет решил стать атеистом. Я закончил школу в 16 лет, собрался поступать в академию и стать офицером полиции. Сестра отвердила, «Иди в церковь. Я перестану доставать тебя». Я подумал, я схожу, и она закроет рот. Переступая порог церкви, я подумал, это последний раз, когда я иду сюда. Это была огромная церковь. Я решил попрекалываться над проповедниками. А вот что я почувствовал, когда началась проповедь. Бог как будто взял меня за рубашку и потащил меня к алтарю. Я не знал, что это. Просто кто-то тянул меня, и у меня не было сил сопротивляться. Я встал там и сказал то, что разочарует святых. Я не верю в тебя. Бог доказал любовь к нам, когда мы были грешниками. Я сказал, если ты есть и ты на самом деле такой, как сказано в Библии, то я отдам тебе жизнь. Я перестану встречаться с девушкой, уйду с работы и уеду из этой страны. Я говорил это без оглядки, ведь я не верил в Бога. Затем я услышал Бога так, будто Он стоял рядом. Это не внутренний голос, а голос, как у нас. Он сказал, мне не надо 99% тебя. Отдай мне все. Если ты отдашь мне жизнь, то ты будешь проповедовать Евангелие всем народам. Я видел сияние белого света в другом измерении. Бог начал показывать мне в видениях все, что я делаю вот уже 10 лет. Это поездки, пробуждения, проповеди и чудеса. Начало происходить что-то воистину невероятное. С моих глаз отвалилась настоящая грязь. Я не говорю о духовном символе. Недавно я не верил в Бога, и тут с моих глаз падает грязь. Бог убирал с меня грязную чешую этого мира. Я родился заново и заговорил на иных языках. Никто при этом не возлагал на меня рук. До этого я не слышал языков. Теперь я сидел и вовсю молился на иных языках. Вот так удивительно и сверхъестественно Бог привел меня к себе. Я даже не представлял, что существуют такие языки, молитвенные языки духа. Но дома я вдруг заговорил на них. А вы знаете о том, что меня удивило? Однажды вы были атеистом. Потом с ваших глаз упала шелуха и грязь. Это напомнило мне историю знаменитого еврея Савла. Это Павел. Его глаза были закрыты чешуей. А Изея, духовная чешуя, упала и с ваших глаз. Но на этом рассказ не заканчивается, так же, как и у Павла. Он только начинался. Впервые в жизни наш сегодняшний гость начал видеть духовными глазами. Вы знали, что происходит с людьми? Видели ли вы демонов на них и рядом с ними? После окончания собрания я не узнал никого, кроме сестры. Я сказал ей, я стал другим человеком. После видения даже цвета стали другими для меня. Все стало новым. Я не спал три дня. Я пошел в колледж. Там я видел демонов и ангелов. Я видел их в духе так, как я вижу вас. Они орудовали в кампусе и вредили людям. Я слышал голоса. Бог дал мне слово знания для ребят. Я посмотрел на одного студента. Он спросил меня, что такое? Что случилось? Я слышал в духе о том, что с ним было в детстве. Духовный мир удивил меня. Я рассказывал всем, что с ними происходит в невидимом мире. Когда-то я попал в похожую ситуацию. Меня никто не учил о языках. Я не знал, что у меня будет этот дар. Господь давал мне знания о здоровье других людей. Через месяц я стал молиться в духе, причем в слух. Никто не сказал мне об этом. У меня не было никаких ориентиров. Потом вы вступили в кружок по изучению Библии в доме родителей и начали изгонять демонов. Теперь об этой вашей странице. Я не спал три дня. Мой дядя сказал, ты говорил полдня без остановки и видел ангелов и демонов. Так ты сойдешь с ума. Это было радикальное обращение. Друзья спрашивали меня, что говорит Бог? Что он делает? Я ответил, в нашем доме начнется пробуждение. Бог сказал мне о мега церкви. Семья и друзья услышали об этом. Это было радикальное начинание. К нам съезжались люди. Вначале у нас было 20 человек, а потом у нас стало 50 человек. А люди приходили и умножались. Это чудо. У нас дома собралось 500 человек. Ни много, ни мало. 500 человек в одном доме. Это чудо. У нас был большой дом, но мебель пришлось убрать. Бог сказал, что он будет обитать у нас. Мы убрали мебель, мы опустошили дом. В нашем сельском доме мы увидели настоящие божьи дела. Через одну женщину проявился бес. Я ничего об этом не знал. Бог сказал, я научу тебя изгонять бесов. Когда я спасся, я сказал Богу, я не знаю, что делать. Святой Дух записал меня в свою школу. Он учил меня. Вы знаете, на протяжении первых трех месяцев после моего спасения, я каждый день просыпался, стоя и проповедуя. Я не просыпался, лежа в кровати. Родители сказали, по ночам мы слышали, как ты проповедуешь. Бывали даже такие случаи, когда я просыпался и отчитывал очередную проповедь. Господь сказал мне, это я учу тебя проповедовать, потому что тебе предстоит делать это непрестанно на людях. Три месяца ночью Бог учил меня проповедовать. Люди приходили к нам, оставались, удивлялись, кто-то уходил. Бог делал настоящие чудеса. Айзея, вы много знаете о том, как нечистые духи действуют в невидимом мире. Наш гость Айзея Сальвидар видел духовную войну за жизни людей. Люди не понимали это, но это не означает, что в невидимом мире нет никаких войн. Вы смотрите нас, и идет война за вашу жизнь. «Господь любит вас так же, как Он любит Айзею, и так же, как Он любит меня». Правда состоит в том, что вы не знаете дня и часа, когда вы умрете. Правда в том, что Господь Бог протягивает к вам руку, чтобы спасти вас. Правда состоит в том, что Господь принимает вас. Господь изменит вас. И разумеется, ваша судьба отличается от судьбы нашего сегодняшнего гостя Айзея. Все мы разные. Помолитесь и примите дар от Бога. Вы не можете как-то заработать его или стать достойным его. Нет, это дар, подарок. Небесный Отец говорит именно так. «Я ценю тебя». Он говорит, «Я считаю тебя особенной личностью». Не слушай злые слова. Для Бога ты особый. Если вы смотрите нас, то, пожалуйста, повторите эту молитву за мною вслух. Верьте, что Бог ответит вам. Я буду краток. Повторяйте. Молитесь, Господь. Скажи, Господь, я грешник. Прости меня. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня. Я чистый. Теперь я чист. Боже, вселись в меня. Ты мой Спаситель и мой Господь. Иисус, я хочу узнать Твою доброту. Аминь. Айзея, что вы имели в виду, когда сказали, «Мы сотворены, чтобы служить в сфере сверхъестественного». Многие христиане верят, что сверхъестественное — это только для избранных пасторов и лидеров. Но эта сфера доступна всем христианам. Все могут изгонять бесов, исцелять и благовествовать. Мы учим рядовых верующих жить так. Мы учим верующих делать дела нашего Господа Иисуса. Это может каждый. После спасения я читал Библию. Мой дядя служит пастором. Я сказал, «Марк пишет о том, что мы можем изгонять бесов. Мы можем исцелять». Я сказал дяде, «Могу ли я делать все, что написано здесь?» Он мог бы ответить, «Бог делал это лишь в прошлом». Он сказал, «Да, ты можешь делать все, о чем здесь сказано. У нас есть возможность служить сверхъестественным». Тот Дух, который воскресил Христа, теперь живет в нас. Многие зрители не живут такой жизнью. Не ожидайте, пока вы окажетесь в раю. Бог уже открыл нам доступ к сверхъестественной силе. Сид, наступило время, когда обычные верующие смогут жить в виде чудеса день за днем. И уже сегодня вы должны это делать, практиковать хождение с Богом и чудеса. Когда вы рассказали про ответ дяде, я вспомнил кое-что. Билли Грэм услышал это от Бога. Об этом знают немногие. Грэм не верил в чудеса. Вот что сказал ему Господь. Иисус сказал ему, «Библия – это моя книга. Верь ей». Даже если ты читаешь о чудесах, все равно верь каждой ее строчке. Теперь, евангелист Билли Грэм верил всему, что сказано в Библии. Он верил всей священной Библии. А что сделал Бог? Звезды Голливуда приходили к Мессии через этого удивительного человека. Скоро вы узнаете об этом подробнее. Не переключайтесь. Айзея, в этом году Господь сказал вам, «Начиная с этого года тебе начнут писать и звонить звезды и знаменитости Голливуда и социальных сетей. Они познают Мессию. Кто именно обратился к вам уже в этом году?» Бог открыл мне пробуждение в социальных сетях среди звезд. Несколько звезд за эти годы связывались со мной, но сейчас, пока все молчат. Это было 1 января. 7 января я сказал брату, «Нужно проповедовать в Ютьюбе ради славы Бога». Неделю спустя важная персона из соцсети, у которой 10 миллионов подписчиков на Ютьюбе, связалась со мной. Она спаслась, смотря наши эфиры. «Сид, сейчас я говорю не о христианке. Дама перестала смотреть неприличные фильмы и употреблять спиртное. Она участвовала в спиритических сеансах. Дама отдавала сотни тысяч долларов астрологам, медиумам и телепатам. Я познакомился с ней. Теперь Святой Дух пришел к ней. Сид, она выбросила драгоценности стоимостью в сотни тысяч долларов. Их ей подарили колдуне в Голливуде. Она сняла видео, как она выкидывает эти драгоценности. Вот на каком уровне колдовства стоят некоторые звезды. Мы служим этой девушке. Она горит огнем любви к Богу. Еще одна, другая звезда, написала мне в Инстаграм, «Мне нужно освобождение». Я показал жене ее страницу и рассказал о ее проблеме. На самом деле, это мужчина. Он был спикером, выступавшим за права ЛГБТ. В тот вечер, когда он написал мне в Инстаграм, он получил награду от квиров. Это мужчина? После награждения он смотрел христианские передачи о святости и о пробуждении. Бог действует. Другая кинозвезда. Она заехала к нам, и мы молились за нее. Звезды выходят на нас и получают спасение. Как они спасаются? Я плачу, когда вижу служение Святого Духа. Мой опыт созвучен их опыту. Вы знаете, недавно со мной связался один популярный рэпер. Христос пришел к нему во время сна. Он позвал его покаяться. Этот известный рэпер спасся. Многие звезды видят Иисуса во сне. Это происходит примерно так же, как и в мусульманском мире. Там, где людям просто некому рассказать о Христе. Святой Дух приходит к ним ночью. Бог спасает их, обновляет их. Я сказал брату, нам надо служить в Ютьюбе. Подруга вице-президента Ютьюба сказала так. Я хочу познать Бога. Мы общались с ней долгих три часа. Божья сила действует в ее жизни, и теперь она обновляется. Меня интересует одна вещь. Третья часть служения нашего Господа Иисуса Христа состояла из изгнания бесов. Третья часть. Демоны находятся на этой земле. По всему миру выросло целое поколение людей, которые очень далеки от Бога. В освобождении нуждаются миллионы. Я не преувеличиваю. Говорил ли Господь вам об этом несчастном поколении? Да, в этом году Бог велел мне начать учить церковь о духовной войне и о освобождающей силе Святого Духа. После 50 часов учения и практики наше сообщество подготовило людей к служению. Господь задал мне вопрос, куда пойдут люди, которые вышли на улицу после карантина и вели битвы с врагом в разуме. Одна звезда сказала мне, я хочу спасать колдуней. Есть люди, которые годами занимаются йогой. Христианам нужно научиться и быть готовыми освобождать от бесов тех, кто занимался лжеучением, колдовал и состоял в движении Новая Эра. Бог научил нас изгонять бесов, и сейчас мы готовы делать это. Сейчас нас смотрят люди, нас с вами смотрят множество телезрителей, которые грешат в тех или иных сферах жизни. Они не могут победить свой грех. Это обжорство, это порнография другим людям. Дьявол внушил, ты недостойный. Люди принимают алкоголь. Есть миллионы грехов и разных твердынь. Наш мессия, Иешуа, пришел для освобождения пленных. Айзея, пожалуйста, помолитесь сейчас о разрушении духовных твердынь в сердцах людей. Это изменит вашу жизнь в корне. После того, как Айзея помолится, кроме этого, скажите слово от Бога. Вы долгое время жили в депрессии. Вы получили травму. Вас мучили беспокойные мысли. Враг внушает нам. Бесы не приносят эти мысли. На самом деле, этот дьявол строит в нашем уме крепости, когда мы принимаем мысли от него. Демоны насаждают эти башни. Дьявол строит крепость в вашем уме. Вы кричите, я не могу выбраться из депрессии. Я хочу убить себя. Библия говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Когда я буду молиться, я буду верить в разрушение твердынь силой всемогущего Бога. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем все твердыни врага. Депрессия, ты сломлена во имя Иисуса. Мы призываем силу крови Иисуса против тревог, травм, стрессов и беспокойных мыслей. Сатана, у тебя нет власти над детьми Бога во имя Иисуса. Встань и уйди во имя Иисуса. Бог против тебя. Боже, снеси эти крепости. Тем, кто хотел убить себя во время карантина, Бог говорит, не сдавайся. Пришло твое время. Он освободит вас от бесов, толкавших вас к самоубийству. Мы идем против бесов, внушавших людям мысли о самоубийстве. Вы нуждаетесь в замене тазобедренного сустава. Я вижу этого человека. Вам больно, и вы не можете встать с дивана. Бог заменяет ваш сустав чудесным образом. Это чудотворение. Вы на диване, и Господь исцеляет ваш сустав. Мы молимся о чудотворениях и о прорыве во имя Господа Иисуса Христа. И сейчас я провозглашаю свободу над каждым телезрителем. Для вас настал момент прорыва. У вас растяжение связок запястья. Вы уже исцелены во имя Иисуса. Прорыв! Смотрите в следующем выпуске. Ты хочешь увидеть в своей жизни проявление царства, силы и славы Господа? Тогда смотри следующий выпуск «Это сверхъестественно». Ты узнаешь о ключах, которые откроют тебе врата небес. Поэтому не пропусти! Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ, когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.